Христос воскресе, все братья и сестры, вот икона Рождества Пресвятой Владычицы Богородицы, а под ней два пятна масляных. Вот они, эти два масляных пятна. Они изначально были маленькие, а со временем увеличивались. И вот видите, такая тонкая полоска между ними. Вот, смотрите. Христос воскресе. Вот за иконочку с кругами часто у нас было как бы так, как по-простому на языке, что два круга масляных. Один раз, когда возвращались с литургии, пришли в трапезную спонаге и молились. И так на сердце легло, что это не два круга масляных, а что это две масляные. Господи, благослови. Христос воскресе. Я хочу засвидетельствовать о таком чуде, что у нас тут есть на царском скиту. У нас на стене, где стоит икона Рождества Пресвятой Богородицы. Образовались два масляных круга уже давно. Они были круглые, как мяч, маленькие. Потом они начали увеличиваться и приобрели форму как бы яйца. И это было, в выгляде яйца, когда приобрели форму, это было на Пасху, светлая седмица шла уже. И они со временем увеличиваются и очень такие масляные. На одном круге, половина нижней части круга, как бы такое набралось масло. Такое чувство видно по нем, что половина как бы сильно такой насыщенный. На втором круге, так как бы вертикально половина круга тоже насыщена маслом. Потом образовалась такая полоса масляная, как бы их центры и вместе соединяет. По центру тоже начало меняться, были такие пятна насыщенные. И эти круги со временем начали сближаться друг с другом, как идет яйцо. Вот, горизонтально положить. И вот эти уголочки начали как бы друг к другу сближаться. И сейчас сблизились где-то на сантиметр расстояние между ними и остановилось. Один круг меняется, как бы увеличивается не уверх, а униз по стенке. И второй круг увеличился уверх. Вот так как наблюдаю со временем, они как живые. Иногда так смотришь на них, и так минутку-две рассматриваешь, и они как начинают играть. Как солнышко играет на Пасху, и они начинают, они как живые. Бывает такое вот чудо, что видишь. И именно сама икона Рождества Пресвятой Богородицы, она чистая, со стороны стенки, где она вот стоит. На ней вообще нигде нет мира. А это проявилось именно на самой стене. Такое чудо. И вот когда к нам приезжал царь-батюшка, мы ему первый раз показали. И он сказал, он долго стоял, молился, а потом ушел, повернулся, уже уходил от того места. И сказал, будем наблюдать. Когда он последний раз приехал к нам на скит, перед тем, как должны были закрыть. И я опять обратилась к батюшке. Я говорю, батюшка, округи увеличиваются. Он так бы от дверей пустился идти к этому месту и остановился. И посмотрел на меня, заулыбался и говорит, увеличивается, говорите. И от него я почувствовала, его слов, такое, такую благодать. Вот. И почувствовала радость на лице царя-батюшки. И почувствовала, что это к хорошему чему-то, к доброму. Ну, вот такое у нас чудо на скит. Христос воскресе, братья и сестры во Христе. У нас на трапезной стоит икона Рождества Пресвятой Богородицы. А сверху, у углов их, масляные круги, которые сближаются к центру. И, возможно, соединятся друг с другом. Мы начали размышлять. Может, эти круги, это суть две масляны, как написано в Откровении Святого Иоанна Богослова. Может быть, подумали. Потому что масляные круги, как бы не мироточения, но все же масляные круги, именно у углов иконы Пресвятой Богородицы. А почему именно там? Ну вот. Ну и промыслили, что, наверное, суть две масляны. Слава Христу! Смерть Антихристу!